Отлично. И тогда передаем сразу Юлю слово. Юлю Ракова, компания GetResponse Россия. Здравствуйте, друзья. Проснулись, да? Ох, хорошо. А я пытаюсь. Роман, наверное, так ярко рассказал, что, наверное, проснулись. Хорошо. Мы сегодня будем говорить… Да. Мы сегодня будем говорить немножко о такой нетипичной теме, о любви. О любви в жизни и любви в digital. Отлично. Хорошо. И я хочу просто рассказать о том, как, наверное, строить долгосрочные отношения с клиентами и поддерживать их. И очень многое, конечно, зависит от… С одной стороны, в жизни, да, от психологии нашей, от того, что мы делаем. Но на самом деле в digital можно те же самые этапы чётко для себя разбить и понять, какие инструменты, какие подходы можно использовать на каждом этапе. Итак, как мы поступаем в любви. Первый этап – это знакомство. Второй – это доверие. Третий – это уже, да, определенные какие-то серьезные отношения. И четвертый, для тех, кто совсем серьезно это делает, это счастливый брак. Поддержка счастливой семейной жизни. Давайте посмотрим. Это очень интересные параллели. Когда я это делала, я действительно была поражена тем, что в digital это то же самое, если честно. Первый этап – это знакомство. И цель, конечно, это ваш образ. Видите, какой креатив здесь, например. Задача какая? Произвести впечатление, конечно, в первую очередь. Ну, прям, чтобы душа вот так заиграла у девушки, да? И после того, как душа у девушки заиграла, что мы получаем от девушки, мужчины, да? Ну, не мы, вы. Когда вы произвели впечатление, что вы получаете от девушки? Телефончик, да, или контакты. Вы начинаете общаться. Получаем контакты. Теперь, если мы говорим о digital, то же самое – это знакомство. И первый шаг у нас в интернете, в digital образе – это что? Это ваш правильный лендинг. Почему? Потому что на нем, через этот лендинг, вы получаете контакты, и через него вы производите впечатление. Удивительно, знаете, в последнее время изучали человеческое поведение и вообще, как люди себя ведут в интернете, на сайтах, на лендингах. И было выяснено, что у человека 8 секунд. За 8 секунд он принимает решение оставаться на сайте, оставаться на лендинге или уходить. Через 8 секунд, если вы его не впечатлили, если мы его не впечатлили, куда тянется, да? Вот сюда, закрывать окно или переходить. И теперь давайте поделюсь с вами секретами вот этого очень важного. Элемента лендинга или сайта – это первый экран. Вот он, первый экран. Потом человек скроллит вниз, следующий экран, следующий. Вот здесь наш лендинг. Лендинг Академии по email маркетингу. Нашей GetResponse Академии и лендинг нашего курса. Email маркетинг для новичков. Почему я им делюсь? Потому что действительно конверсия с него действительно очень высокая. Хотя все познается в сравнении, но тем не менее. Обычно конверсия с лендинга. Вот кто из вас делает лендинги под различные акции, под различные продукты? Поднимите руку, пожалуйста. Ну что, уже хорошо. Очень даже хорошо. Ну тогда для тех, кто не делает, просто могу сказать, зачем они делаются. Потому что на лендинге максимально сконцентрированная информация с учетом особенностей определенной целевой аудитории, куда туда приходит на этот лендинг, об этом продукте или об этой акции, или о каком-то совместном мероприятии, или о том же самом, например, вебинаре. Зачем это делается? Потому что когда мы привлекаем целевую аудиторию, если мы привлекаем ее на лендинг, мы четко привлекаем ее под рекламные объявления, или под какие-то определенные посты, или под что-то еще, которое касается именно вот этого вот события. Когда люди приходят на сайт, им приходится очень часто долго искать нужную информацию. Вот, и часто конверсия на лендинге, собственно, и должна так быть, в два-четыре раза превосходит конверсию с сайта. Именно за счет того, что туда приходит целевая аудитория, получает целевую информацию. Так вот, успех лендинга. Вот эта конверсия с лендинга 17%. Это довольно много. 17% людей, приходящих сюда, они конвертируются в наших учеников в академии. Мы поняли, да, что вот, кстати, видеомаркетинг, вот это видео, 1 минута 34 секунды, формат трейлера YouTube. Видеомаркетинг сейчас вещь потрясающая, я еще буду об этом говорить, она полностью меняет наше сознание. К 2020 году 80% потребительского трафика в интернете. Какое будет? Совершенно верно, видео. Кроме того, здесь же мы расположили форму подписки. То есть вот здесь вот собираются контакты. Прямо на первом экране. Посмотри видео, которое рассказывает о нашей академии. И получи доступ. Вот это форма подписки. Сюда люди вносят имя и email. И вот очень важная вещь, это призыв к действию. Просто так люди контакты не дадут. Они должны, во-первых, понять, что здесь собираются контакты. И мало того, получить какое-то поощрение. Но в инфобизнесе, который впереди планеты всей с этим всем, это понятно, это называется призыв к действию, лид и лид-магнит. Вот у нас лид-магнит, это бесплатно. Получается призыв к действию, учись бесплатно. Это наша бесплатная академия. Вообще, у нас, ну, конечно же, и комаркетинг нам помог, но тем не менее. Вот смотрите, когда мы запустили эту академию, в течение двух недель, без копейки вложений в рекламу, мы просто рассказали на трех мероприятиях о них. Олег Баша, генеральный директор GetResponse, который ведет со мной эту академию, и я. Мы рассказали всего лишь на трех публичных мероприятиях, где мы выступаем. И вот что мы получили. Мы получили 1100 студентов через две недели. Мы ни копейки не затратили в продвижение. Нам стали звонить люди, комаркетинг-партнеры, и говорят, у вас прекрасный курс, почему вы нам не говорите, пожалуйста, разошлите его по нашей базе. Пошел вирусный эффект. Мы видели, как люди в сетях делятся ссылкой и рекомендуют учиться. Мы сделали курс полностью, конечно, в видеоформате. Вот. И вот это очень важно. Лендинг, мы не первый раз это проверяем, но лендинг очень большую роль играет для того, чтобы взять контакты. Вот здесь 17% конверсии действительно высоко. После того, как вы взяли контакты, что у нас в жизни? Ну давайте немножко погрузимся в историю. Всегда это были любовные письма. Ну, до сих пор они продолжаются. Вот, в частности, в детском садике такое даже уже пишут, если вы посмотрите. К сожалению, вы не очень хорошо видите. Но вот от Жени Тани. Таня, я тебя люблю и обожаю. Да, то есть это обещание чего-то. Таня, давай будем встречаться. Призыв к действию. Таня, приходи на свидание. Таня, а ты меня любишь и обожаешь? Таня, ты будешь моей женой. Все. Таня, ты в моей власти. Таня, у нас роман. Вот такая четкая переписка в детском саду. Кто же откажет такому Жене? Этап второй. Вопрос, да, обмена сообщениями, коммуникация. Что это должно быть? Регулярно, ценно, обещание, призыв к действию. Ты будешь моей женой, да? Это в реал-лайф. Предположим, что это, ну, собственно, это и есть реал-лайф. А теперь давайте посмотрим, что у нас в диджитал. В диджитал, когда мы собираем контакты на сайте, мы начинаем с ними работать. И вот здесь очень часто проблема новичков. Собрав контакты, мы моментально начинаем продавать. Причем не просто продавать, а по 8 писем в день. Ну, я немножко утрирую, но каждый день там по 2-3 письма, по одному письму. Покупай, 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 покупай. Реакция понятна, да? Люди, конечно, отписываются, жалуются на спам. А почему? Потому что доверия еще нет. Вот та переписка у Жени, да, это показать, что Женя надежный партнер для Тани. Вот. А здесь в диджитал у нас есть очень интересный инструмент. Он называется welcome письма или welcome цепочки. Другими словами, это приветственные письма. Это цепочка. Письма идут друг за другом. Они могут идти на следующий день, через день, через два. Нужно тестировать. Количество писем тоже тестируется. У кого-то я видела 3, у кого-то 5, у кого-то 17 в течение месяца. Задача этих писем автоматизировано построить доверие. Ничего сложного в них нет. В частности, в GetResponse они делаются на основе автоответчиков. То есть просто программируются. Вот, например, это очень легко. Переносите сюда контент писем, и они запускаются по времени, в частности. Или на основе автоматизации маркетинга. Это очень мощный тренд, о нем потом в конце расскажу. Что можно писать в ваших письмах? Для вас подготовила чек-лист. Очень приятно, когда письма пишутся от статусного человека. То есть это показывает уважение к тому, кто оставил контакт. Что можно давать? Можно давать бонус. Можно давать подарки. Можно давать полезный контент. Есть одна тонкость. И вот я очень часто встречаю предпринимателей и маркетологов, и они спрашивают, а как продавать-то? Парадокс в том, что самые лучшие приветственные цепочки, у которых высокая конверсия в продаже, они не продают. Там нет слова «купи, купи, купи». Там нет слова «только сегодня распродажа». Задача вот этих цепочек — это построить доверие, плавно подвести человека к покупке так, чтобы человек думал, что это он принял решение о покупке. И вот в частности, когда меня все-таки спрашивают, ну хоть что-то продать можно? Можно, но продавать нужно красиво. Например, вот это мы четко оттестировали, даже в той же самой цепочке нашей академии. Когда мы тоже, знаете, поймались на это, и мы написали «купите, у нас там скидка такая-то», вы знаете, ну вообще, вот так. Зато когда мы написали «а у нас для вас подарок», скидка такая-то, которая действует столько-то, совсем другое. В несколько раз, вообще там космически, по сравнению с тем, что было, возросли продажи. А у нас для вас подарок. Вот такая формулировка. Что еще можно? Конечно, нужно писать о вашем бизнесе. Можно писать о вашей команде, потому что люди покупают у тех, кто им нравится. Люди с большим желанием купят у людей, чем у роботизированного, автоматизированного бренда. Конечно, очень хорошая вещь номер четыре. Анонс того, что будет в рассылке. Это вы как будто вот закидываете, да, такой вот крючочек с наживкой, что следующие, следующие, следующие письма ждите, будем писать об этом, этом. Это я вам все говорю про цепочку. Это, конечно, не в одно письмо, иначе его прочитать будет невозможно. Потом, ваши преимущества, если у вас есть, конечно, вы рассказывайте, что вы не только продаете, но есть еще ряд преимуществ. Отзывы о вашем бизнесе, вашем продукте или услугах. Вот здесь очень хорошо, в частности, у нас работают видеоотзывы в формате бизнес-кейса. Разницу знаете между просто видеоотзывом и бизнес-кейсом в формате видеоотзыва? Нет? Хорошо. Расскажу. Что такое видеоотзыв? Вот мне нравится, рекомендую, классно, используйте. Бизнес-кейс. У меня передо мной стояла задача. Во-первых, кто я такой? Или кто я такая? Второе. Чем занимается мой бизнес? Передо мной стояла задача. Я опробовал столько-то, столько-то, я делал столько-то, столько-то, столько-то. Я выбрал этот сервис. Я использовал в нем раз, два, три, четыре, пять. Я достиг таких-то результатов раз, два, три, четыре, пять, поэтому я его рекомендую. На самом деле, звучит долго, но можно быстрый, хороший видеоотзыв по определенному кейсу работы с вашим продуктом клиента сделать. Максимум 2-4 минуты. Заходит очень хорошо. Мало того, заходит при прямых продажах, когда ваши представители продают, или когда они ссылаются вот на эти видеоотзывы. Так что это мультифункциональная вещь. В рассылке тоже очень хорошо работает. Можно писать различные интересные истории. Кто в B2B у нас, друзья? Ого! Действительно, B2B с вами. Хороший вопрос. Вот. Так вот, смотрите. У вас даже здесь облегчает, такая цепочка облегчает работу отдела поддержки. И облегчает работу продавцов. Почему? Потому что можно собрать ключевые вопросы, которые задают вам клиенты. Или люди, которые находятся на стадии вот именно созревания до покупки. Можно собрать их, например, у отдела поддержки. Вот. Или у отдела продаж. Или вместе. И по этим вопросам сделать цепочку. Отвечать на них прям по итогам созревания любопытства клиентов. Таким образом, что вы сделаете? Вы автоматизируете продажи. Вы уже снимете вопросы, которые есть у людей. Вы создадите из них квалифицированного покупателя. Это что значит? Человека, который уже более-менее знает о вашем продукте. Человек, который знает о вашем ассортименте. Человек, который знает о вашей поддержке, о ваших преимуществах. Меньше будут задавать вопросы. Быстрее купят однозначно. Что еще? Конечно, полезное описание продукции тоже можно в видео. И личная подпись того, от кого вы пишете. Если директор, то это директор. И наличие ссылок. Не забывайте, ссылки могут вести на… Кроме того, что вести на ваш сайт или на лендинг, как вы хотите, ссылки могут вести на блог. Ссылки могут вести на социальные сети, в частности. То есть вы за счет рассылки раскачиваете еще и свои другие ресурсы. Если вам этого мало, пожалуйста, недавно вышла на Коса. Коса.ру. Это диджитал такой ресурс. Очень хороший, мы его очень любим. Моя статья. 65 идей для email рассылки. Вот ссылочка, можете сфотографировать, наверное, или потом в презентации взять. Из этих идей минимум 60% может быть использовано контентно для любых других публикаций, например. Для любого другого контента. В частности, для сетей, для блога, для разделов сайта, для видео даже. Вот отсюда берете, если вы все уже испробуете очень скоро и вам захочется разнообразить то, что вы пишете. И, конечно, последнее. Зачем нужны welcome цепочки? Давайте кратко. Именно такой подход, когда вы не продаете, а вы обучаете, ведет к потрясающим вещам. В частности, вот плюс 86% к открытиям письма. Потому что, да, и, конечно, письма нужно хорошую сделать, но людям очень приятно, когда в первом письме вы их благодарите за то, что они дали контакты. То есть это психологическая такая вещь. Переходы, да, клики. 190 плюс 196%. Все это сравнивалось с обычными продающими рассылками. Транзакции. Это действия, которые вы совершаете. Помните, призыв к действию внутри письма должен быть. Плюс 336%. И, наконец, самое главное, выручка. Плюс 320% из непродающих писем. Вот какой парадокс. Люди не любят, когда им что-то навязывают. Но люди любят, когда им дают информацию, чтобы они приняли решение. И облегчают им жизнь. Ну все, да, доверие построили. В жизни что у нас? Идет, наконец-то, настоящее свидание. Вот что у нас, да, мужчинам приходится делать. И лично обязательно, да, и какие-то серенады, и впечатления уже такие, и подарки, и путешествия строят, когда строят серьезные отношения. Как вы думаете, как это строится в диджитал? Хорошо, подскажу. Очень классная вещь вебинары. Очень. Все больше и больше приходит. И в B2B сферу тоже. Очень серьезно приходит. Почему? Опять же, потому что можно усилить эффект тех же самых welcome писем через объяснение про вашего продукта, каких-то вопросов, ключевых ответ на ключевые вопросы. Именно вот на этом этапе. За счет зрительного, да, максимального и ауди, и аудиального, и визуального представления. Вот чем очень хороши вебинары. С другой стороны, чем они очень хороши еще вебинары? Тем, что они помогают вам привлекать новых подписчиков. Если вы делаете его с партнером. Базу дает партнер, вы даете свою. Получается, вот вы обогащаете свою базу за счет того, что партнер делится ее с вами. И он тоже обогащает свою базу подписчиков. То есть это потенциальные клиенты. И, конечно, вебинары – это продающие. Мы чистые B2B. Вот. И мы это используем очень-очень часто. И у нас очень-очень хорошие результаты. Почему вебинары, во-первых? Ну, вот, опять же, это у нас GetResponse вебинары встроенные. То есть у нас очень интересное такое сочетание, что у нас и email-маркетинг, и лендинги, и вебинары. То есть у нас быстрая упаковка проекта делается на одной платформе, что очень удобно. Быстрая настройка. Действительно, там максимально юзабильно все. Человек из любой части планеты Земля, там, где есть интернет, может зайти и посмотреть. Вот это очень важная вещь в вебинаре. Если будете делать, вам нужно обеспечить потом людям запись. Почему? Потому что обычно регистрируется гораздо больше людей, но не каждый из них может присутствовать во время просмотра. Поэтому что происходит потом? Потом люди смотрят эту запись. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас до 1000 участников, да, и от 5 до 20% участников покупают. Проходит время, конечно, кто-то быстро, кто-то позже. Вот мы делаем это, например, с нашими партнерами. Это компания Elama. И сейчас я очень быстро покажу реальный бизнес-кейс онлайн-конференции. Чтобы вы поняли, как можно не только продавать, но и привлекать потенциальных клиентов. Origami, контестная реклама, GetResponse, мы, платформа интернет-маркетинга, в основе которой email-маркетинг. И Roystat, сквозная аналитика. Мы делаем вместе онлайн-конференцию. Онлайн-конференция, это что? Это три спикера от наших компаний, выступают друг за другом, но тема общая. Как увеличить продажи без увеличения рекламного бюджета? Великолепно. Горячая тема, мы специально ее подбирали, мы искали кейсы, мы планировали, как мы построим нашу цепочку. То есть если будете делать с кем-то вебинар, и нужен контент, конечно, понять, и какую тему вы будете. Мы использовали email-рассылку, которая после этого подключалась, к лендингу моментально загружались. Все это делалось, конечно, у нас на платформе. Загружались адреса, которые регистрировались. Им высылалась email-рассылка, ведущая на вебинар, и после вебинара, с записью и с подарками от партнеров. Теперь смотрите, я говорю, вот это действительно классный лендинг, потому что сейчас я покажу конверсию, я сама обалдела, простите. Он максимально простой. Вот вам структура, если будете делать максимально. Название, дата, время, зарегистрироваться прямо красненькой кнопочкой выделяем. Человек, если регистрируется, падает вниз на регистрацию. Кто, почему стоит участвовать? Ну, я думаю, вот такая тема вам нравится, да? Поэтому почему? Нам даже не приходилось напрягаться, почему. Вот, теперь программа, кто что говорит, и все. Регистрация тоже внизу. И здесь, и здесь. И вот, вот это парадоксально. Ну, во-первых, горячая очень аудитория, потому что аудиторию наводили мы с партнерами вместе. И у нас вся digital аудитория, вот, поэтому кроме горячей аудитории был очень понятный хороший лендинг. 1658 человек пришло, 1116 участников зарегистрировалось. Зарегистрировалось. И вот, смотрите, конверсия 67,31%. Абсолютный рекорд для нас за последнее время. Вебинар. Что хорошее, да, это, опять же, личное ваше присутствие, и это интерактив. Вы можете прям сразу ответить на вопросы. В рассылке это довольно сложно. Кроме того, да, вы можете прям сразу давать ссылки на то, что спрашивают люди, на то, что вы показываете. То есть люди могут моментально использовать ваш сервис, особенно если вы в digital, прямо во время вебинара. И задавать вопросы, если они что-то не поняли. Кроме того, вот у нас какая рассылка была. Посмотрите, пожалуйста, мы выслали всего два письма. Мы никак не перегружали ничего. Первое письмо. Понятно, да? Ссылка на вебинар. И с маленькой такой припиской попробуйте наш пробный аккаунт. Потому что в GetResponse 30 дней бесплатно вы можете попробовать. Абсолютно, да? Моментально. Открытие. 7-6 процентов. Переходы 22. Для сравнения я взяла. У меня есть статистика. Средние мировые открытия, переходы по миру, по различным индустриям. Я взяла даже не e-commerce, не какие-то там вещи. Потому что традиционно меньше. Я взяла самую высокую. Образование. Вот. И смотрите, что по образованию. Как я уже сказала, было две рассылки. Пост-письмо было с записью и подарками от партнеров. Тоже высокие открытия. Но у нас открытие здесь в 2-3 раза выше, чем письма по индустрии образования. И в 4-3,5 раза выше по рынку переходы. То есть настолько горячие люди, вот когда они посмотрели вебинар, то есть они готовы открывать, смотреть и все остальное. А, да, еще смотрите. Мы соблюли абсолютно простой дизайн. Мы полностью повторили наш лейтинг. Да, практически де-факто. Ничего сложного здесь нет, но единообразная рассылка помогает немножко у людей, знаете, вот эту системность в голове. Что это приходит и зачем оно приходит. Смотрите, что мы получили. Вообще-то нужно было подбивать после 30 дней. Но я решила подбить заранее. 30 новых пользователей за 12 дней, 7 новых платящих клиентов. Это очень действительно много. И стоимость клиента, конечно, гораздо ниже. Через образование, горячую аудиторию, ко-маркетинг и правильную быструю упаковку проекта. Вот. Таким образом, все это мы делали на нашей платформе. У нас что? Email-маркетинг, вебинары, лендинги. Хочу сказать, да, что у GetResponse хорошая, прекрасная история. 350 тысяч клиентов, 182 страны мира. И, конечно, мы русскоязычные. И интерфейс, и поддержка. Вот поэтому пользуйтесь. 30 дней бесплатного доступа вот так, на нашем сайте getresponse.ru Сюда вносятся спокойно ваши реквизиты, да, вот контакты. И после этого у вас 30 дней бесплатного доступа. А тоже наш подарок вам. Только смотрите. Вот как золушка, да, на тыкве, чуть не приехала обратно, да, но убежала. Так и у нас вот эта скидка, она превращается в красивый ноль после 31 декабря 2017 года. А вообще вы получаете 50% на первые два месяца использования. Поэтому прошу заранее ее активировать, потому что потом будет тыква. Если хотите поучиться email-маркетингу и вот здесь посмотреть на формат образовательного курса, который вы можете сделать для своего рынка. Кстати, образовательный курс вы можете запускать как welcome-цепочку, потому что у нас академия работает как welcome-цепочка для определенных сегментов людей. И ежемесячные продажи мы получаем автоматизировано вообще, не напрягаясь. То вот сюда вот можете зайти, поучиться email-маркетингу, а также подумать, что вы возьмете отсюда для того, чтобы сформировать свою цепочку. Ну, это уже для взрослых людей, да? Кто уже решился? Счастливая семейная жизнь. Вот так, наверное, не надо. А надо вот так. Почему? В тренде. Надо вот так. А знаете, как это достигается? Девушки, откроем секрет, да? Розгами. Нет. В digital у нас есть такой же процесс, только вот этот человек, который моет, это клиент. А вот это то, что изменяет наш мир сегодня. Это фантастическая вещь. Это то, о чем мы все слышали. Да, вот роботизация, автоматизация. Так вот, я искала, как найти четкое определение. Даются разные определения. И вот это мне понравилось больше всего. Автоматизация маркетинга – это доставка правильному, ну, клиенту или человеку, как хотите, правильного сообщения в правильное время, чтобы клиент выполнил нужное нам действие. де-факто программирование поведения, если уж совсем так сказать по-жесткому. Теперь, что это такое? Раньше она была доступна только крупным компаниям, потому что нужно было долго настраивать, это были мощные комбайны, которые этим занимаются. Сейчас средний и малый бизнес во всю, вот в частности, у нас в GetResponse этим пользуется. Она основана, да, самоприменение на сценариях поведения человека. Сценарии строятся по определенным действиям, которые являются триггерами для рассылки сообщений. Какие это действия? Оставил контакты. Потом что? Мы простраиваем. Простраиваться очень легко у нас, в частности. Вот берется, да, определенное действие, переносится сюда, после этого, да, оставил контакты. Мы высылаем письмо, да, например, приветственное письмо. Что потом? У нас следующее действие открыл, не открыл. Ух ты! Если открыл, мы проводим, вероятно, его по всей цепочке. Если не открыл, мы думаем, что делать? Мы уже можем переместить его, например, в цепочку неактивную ну, в частности, некоторые компании так поступают. И для них уже думать, как запускать реактивацию. То есть я к чему? Существует четыре классных сценария автоматизации маркетинга в email. Welcome, потом слово автоворонки. Вы слышали? Автопродажа. Автоматизированная продажа. Вот именно здесь вы их толкаете к продаже. Если вы через Welcome туда не затолкали. Ну, не затолкали. Красиво толкали. Мягко двигается. Провожали. После этого есть еще брошенная корзина. Если у вас брошенная корзина, то можно через автоматизацию вернуть людей, напомнить, дать дополнительную скидку или что-то еще. То есть простроить весь этот процесс. И, наконец, последняя очень мощная вещь – реактивация. Вот эти четыре сценария на условиях и на действиях. Кстати, если честно, ничего сложного нет. Это очень интересное упражнение, которое позволяет вам проявить свои две вещи ваши. Психологию. Вы понимаете клиент, как он будет действовать. Вы думаете, как его привести к нужному действию. Программируется. И второе – творчество. Творчество – как составить контент. Как составить такой контент писем, чтобы человек их открывал, читал и переходил. И уже третье, соответственно, это знание инструмента, которое у нас, в частности, максимально облегчено. Давайте расскажу, как вернуть любовь с клиентом. Было очень интересно в середине прошлого года, когда эта функция была интегрирована у нас. Мы одни из первых вывели ее на рынок. Я решила ее оттестировать. Но с помощью одного из очень мощных экспертов рынка Елены Антиповой. Эксперт email-маркетинга. Елена часто выступает, номинант email-шоу. Наш клиент, конечно, компания All Time Room. Я позвонила Лене и говорю, Лен, помоги, пожалуйста, давай попробуем. Мне кажется, что тема потрясающая. Лена легких путей не ищет, но вы же знаете, эксперты. И она взяла страшнейшую базу для email-маркетолога. Уснувшую, неактивную. Подписчики, которые не покупали более двух лет и не приходили на сайт. То есть, знаете, вообще избавиться от таких уже надо, да, вот как-то почистить базу, но нет. Лена решила попробовать. Целей были две. Вернуть на сайт, понять, кто из них вообще открывает письма, кто живой. Ну, в состоянии email-маркетинга, для email-маркетинга. Ожидание. Открытие 5-7%. Это в среднем в три раза меньше, чем и коммерс. В три раза меньше, чем по индустрии. Продаж, конечно, Лена вообще не ожидала. Лена села за два с половиной часа, там, два-три часа, составила простейший сценарий реактивации. Создала буквально за день три письма, которые друг другу рассылались. Ну, друг за другом рассылались этим людям. Конечно, там были и предложения вспомнить, и предложения, да, какие-то определенные бонусы со скидками, и прощальное третье письмо, ну, что же вы так. И это было потрясающе, потому что буквально после первой отправки Лена мне звонила на следующий день и очень эмоционально говорила. Ты не представляешь. Юля, ты не представляешь. Первая продажа пошла уже на следующий день по уснувшей базе. Вот что она ожидала. Открытие 5-7%, продаж вообще не ожидала. А теперь посмотрите результаты. Лена дала даже мне цифры конверсии. Продаж. Это продажа. Первое письмо открытия 15%. У нас по индустрии коммерс 17%. Чтобы вы понимали, специфика All Time.ru очень интересная. All Time.ru, это, почему я еще выбрала этот кейс, потому что там очень высокий средний чек. 17,5 тысяч. Они продают часы и аксессуары. И это минимум несколько месяцев требуется, чтобы решить что-то купить. Что творится здесь? Открытие 15%, переходы 1%, конверсия, посмотрите, 1,60%. Из 100, ну давайте из 200, больше там получается трех человек. Ну, три человека купила. Второе письмо. Немножко падает открытие, остается тот же самый количество переходов. Посмотрите, конверсия еще возрастает. И, наконец, третье письмо. Прощальное. 15%. Какие переходы-то от прощального письма? Посмотрите, так всегда. До свидания, да куда ты, ну подожди, не уходи. Давай еще попробуем. 3% переходов. Конверсия немножко поменьше, но хотя бы, видите, как не все хотят прощаться. Вот что такое потрясающая вещь автоматизация маркетинга на одном из тяжелейших сценариев для email-маркетолога на реактивации. Реальные результаты, которые достигают люди, наши клиенты. Это не только работает. Я хочу сказать, что не только в e-commerce. Автобосс. Это клуб любителей автобизнеса, и они для них делают очень хорошие, наш клиент делает очень хорошее мероприятие. Это продажа в основном учебных курсов, продажа мероприятий. Рост продаж сайта через рассылку 228%. Рост доли email в общих продажах, вы посмотрите на это, за 9 месяцев, с 6% до 23%. То есть тоже они оперируют в B2B, но с учебным контентом. Все на местах. Это интернет-магазин, это все для хранения, у них очень интересная информация, все. Тоже решили испробовать это все, но это B2C уже. С нуля до 23,86% рост за 6 месяцев, с нуля за 6 месяцев. 25% для e-commerce, вот насколько я знаю, как в исследованиях открытых, есть, это очень хорошие результаты email-рассылки. А здесь за 6 месяцев 23,86%. Тоже автоматизация. Поэтому я вот хочу спросить, у кого 10 тысяч плюс подписчиков у вас? И то, и другое? У компании 10 тысяч. Ну тогда предлагаю бесплатную консультацию вам. Подходите к нам на стенд. Друзья, почему говорю о 10 тысяч? Это нет никакого, знаете, нет дискриминации никакой. Просто для вот такой базы очень хорошо опробовать автоматизацию в полном объеме. именно 4 вот этих цепочки. Если у вас меньше подписчиков, пробуйте запросто. Просто, например, и вам это понравится. Это очень интересная вещь, как упражнение. И вообще приносит результаты. Просто вот для таких крупных баз это как раз вариант, который может быстро относительно принести какие-то очень интересные результаты. Именно на всем спектре. Поэтому мы на стенде, вон там, подходите к нам. Вот, а если вы хотите стать нашими партнерами, у нас есть такая партнерская программа 33% ежемесячно регулярно, или предложить ко-маркетинг, друзья, мы всегда открыты. Вот с Олегом ко-маркетинг у нас, Михалевичем, мы всегда очень благодарим и проводим вебинары для его аудитории. Бесплатные, да, по email, по digital, по всему, по целому спектру. И если вы хотите с нами провести какую-то образовательную вещь, какую-то, совместно, пожалуйста, Ракова Юля, маркетинг, собачка, getresponse.ru, напишите, что вы хотите. Или в сетях ко мне добавляйтесь, Юлия Ракова. В фейсбуке, к сожалению, придется уже только подписаться. Вконтакте все хорошо. И пишите. Пишите. Если есть вопросы, тоже пишите, или задавайте у нас на стенде. Все. Поздравляю всех, выживших в это зимнее слякотное утро, но добравшихся до нас, и предлагаю начать наше мероприятие. В первой секции у нас выступят три замечательных спикера, которые расскажут про стратегии в разных каналах и стратегии в общем понимании. Первым из них будет Роман Кумар-Виаз, один из создателей замечательного Кьюлина, сейчас основатель маркетингового агентства Кьюмаркетинга, Дмитрий Добровольский, компания B2B Research, очень полезный сервис для маркетинговой аналитики. И прекрасный Юлий Ракова, который расскажет про стратегию маркетинга, точнее, стратегию имейл-маркетинга, одному из самых, наверное, главных инструментов компании для продвижения. И слово передаю Роману с его взаимодействием, с интересным названием. Почему такое название? Ну, во-первых, там шрифт неправильно передался, поэтому он почему-то комикс-санс теперь, или какой-то очень мультяшный, так что прошу все-таки относиться к презентации серьезнее, чем шрифт, которому она будет показана. Расскажу про маркетинговую стратегию в B2B. Меня Рома зовут. Я создаватель агентства Кьюмаркетинг. Мы делаем комплексный маркетинг, консалтинг для компаний в России, Германии, Долине и Лондоне. Что такое вообще маркетинговая стратегия? Нужна ли она, или можно просто бесконечно тестировать разные каналы, смотреть эффекты от них? На самом деле, даже в эпоху диджитала, когда мы очень четко можем нарезать большое количество гипотез, быстро их проверить, оттестировать, понять, что работает, а что нет, и понять, и куда, собственно, мы будем аллоцировать наш дальнейший бюджет. Маркетинговая стратегия очень важна с той точки зрения, что она как раз-таки этот бюджет, который вы тратите, который вы потенциально можете потратить вслепую, относя бюджеты в разные каналы или таргетируясь по разным совершенно целевым аудиториям. То есть она, маркетинговая стратегия, это такой исчерпывающий достаточно документ, который делает вообще все ваши маркетинговые сообщения более адресными. она позволяет вам понять, к кому вы обращаетесь, как вы отстраиваетесь от конкурентов, что очень важно, особенно если вы на какой-то алый рынок выходите. И в целом вообще для вас или для вашего маркетингового отдела эта маркетинговая стратегия, она должна быть такой супер исчерпывающей инструкцией о том, что нужно делать, как нужно делать, кому мы говорим, что мы говорим, в каких каналах мы это говорим. Это основные вопросы, на которые должна маркетинговая стратегия отвечать. Да, еще раз повторюсь, что основная задача маркетинговой стратегии это сделать так, чтобы весь ваш маркетинговый бюджет очень адресно был потрачен в конкретных каналах для конкретной аудитории людей. нам абсолютно точно, что маркетинговая стратегия достаточно в эпоху диджитала такой изменчивый документ, потому что очень часто бывает, что внезапно выстреливает какой-то сегмент, которым вы потенциально не знали, да, и поэтому маркетинговая стратегия, она должна постоянно меняться, она должна постоянно основываться на полученных данных и, собственно, преобразовываться под реалии текущие. Плюс, опять-таки, ваши конкуренты, они, естественно, тоже ведут свои дела и выпускают новые продукты, и про это нельзя забывать. Вот. Я сегодня расскажу, собственно, о том, как, опять-таки, да, это не истина в последней инстанции, это то, как мы делаем, да, я сегодня расскажу, как можно сделать самостоятельно аналитическую часть работы, какие некоторые инсайды мы почерпнули, вот, ну, а потом пообщаемся, поговорим. Значит, как я понимаю себе, из чего состоит стратегия? В первую очередь, стратегия – это большая аналитическая работа. В рамках этой работы мы анализируем рынок. Зачем мы анализируем рынок? Для того, чтобы мы понимали вообще, во-первых, свой потенциал по росту, во-вторых, чтобы мы понимали, а вообще адекватен ли текущим запросам тот продукт и существует ли там, и вообще решает ли ваш стартап действительно там, или ваш бизнес действительно проблема, потому что вот у многих стартапов сейчас есть одна очень серьезная проблема. Меня периодически приглашают там в жюри разных стартап-конкурсов. Ребята там, вдохновившись там романтическими историями из журналов, начинают делать стартапы и решают несуществующие проблемы. И это очень прям серьезный бич малого бизнеса в России, особенно в Москве, что некоторые стартапы решают несуществующие проблемы. И анализ рынка, он перед запуском продукта как раз таки дает ответ на вопрос вообще, собственно, устраивает ли ваш стартап рынок, удовлетворяет ли он потребности, объем рынка, на который вы выходите. А Product Marketing Kit это суперподробная инструкция о том, что нужно делать, где нужно делать, которая должна быть реализуема вне зависимости от исполнителей. То есть хорошая маркетинговая стратегия это такой всеобъемлющий документ, суперподробная инструкция с поканальным планом действий, которая может быть реализуема вообще любым человеком. Учитывая то, что сейчас на рынке есть серьезная проблема с кадрами, особенно в маркетинге, особенно в диджитал-маркетинге, из-за того, что образование не успевает, к сожалению, подстроиться под текущие реалии, сложно найти человека к себе в маркетинговую команду, да, и если вы собеседуете какого-нибудь, ну, реально крутую суперзвезду, то, скорее всего, на предыдущем месте работы за него работодатель вцепится и никогда его не отпустят, потому что, ну, реально, диджитал-маркетологи сейчас на вес золота адекватные с прямыми руками, вот, поэтому стратегия маркетинговая, она должна быть реализуема вне зависимости от исполнителей, условно говоря, чтобы любой человек, открыв этот документ, очень точно мог понимать, а, какой ему креатив сделать, б, в какой ему канал пойти, и, собственно, в каком формате, и что ему сделать, вот именно такая стратегия должна быть, как мне кажется, в, там, 2017 году. Значит, также в стратегии должна быть прописана очень четко структура исполнителей, то есть вы должны, то есть вы должны понимать, кому вы адресуете, то есть, вы должны понимать очень четко, кто будет исполнителем, какой конкретной задачей, кто, собственно, нужен вам в команде маркетинга, кому вы можете это отдать на аутсорс, и, собственно, какие у всех будут KPI, вот, это тоже очень важно, потому что очень часто происходит, что ты делаешь большую стратегию, причем происходит не только в маркетинге, это происходит, это очень часто боль и ребят из большой четверки, насколько я знаю, из консалтингового бизнеса, крупного, о том, что, да, за, там, не знаю, за большие действительно суммы, там, за 500 тысяч евро, там, за миллион долларов покупается большая-большая консалтинговая работа или большая-большая стратегия для бизнеса, но по факту непонятно, кто дальше ее будет реализовывать, то есть это как бы мы удовлетворили хотелку акционеров, при этом как бы все, что мы купили, по сути, это как бы бесполезный документ, поэтому очень важно прописать четко роли исполнителей в стратегии, потому что мало сделать стратегию, это банальная вещь, мало сделать стратегию, нужно ее еще исполнить, это очень важно, потому что на этом этапе часто наступает провал. Расскажу про рынок, то, как мы анализируем. Я здесь не претендую на суперглубинные исследования, потому что у нас нет такого опыта. Но на самом деле мы очень часто даже в рамках своих исследований находим суперприкольные инсайты, которые нам позволяют в конечном итоге скорректировать каналы продвижения и целевую аудиторию. Например, если говорить про инсайты, мы, например, когда анализировали рынок, обнаружили, что среди людей, которые заказывают доставку еды, больше половины людей занимаются на курсах дополнительного образования либо английским языком, либо курсы повышения квалификации. Из этого можно сделать вывод, например, что для продвижения очень хорошо пойдут как раз-таки кросс-прома с Нотологией, со Skyeng, с English First и так далее. Если мы говорим про маркетинг продуктов доставки. Плюс делали стратегию большую для сервиса, который роботизировал ремонтные отношения. И поняли, что на самом деле, это, правда, B2C был бизнес, поняли, что в России каждый второй кредит берется на ремонт. Соответственно, для того, чтобы продвинуть эти услуги, целесообразно было бы пойти в банки и встать к ним спецпредложением в тот момент, когда человек получает сумму кредит на счет. То есть это прям гигантский канал продаж потенциально. Вот, значит, а как мы анализируем рынок? В первую очередь мы просто смотрим все открытые источники по всей семантике, которая у нас около бизнеса нашего может быть. Чаще всего это статьи и интервью в СМИ. Понятное дело, что там многие стартапы, многие компании там завышают, я сейчас говорю не о публичных компаниях, да, многие компании завышают свои показатели в СМИ, но, как правило, до полутора раз. Потому что потом уже стыдно становится. Но на самом деле в подобного рода публикациях можно очень четко отслеживать сигнал относительно того, в какую сторону пойдет бизнес. Как есть ли место для вашего потенциального проекта внутри и так далее. То есть статьи и интервью в СМИ очень полезны с той точки зрения, чтобы понять вообще, например, крупные клиенты рассматривают ваше направление потенциально, вы сможете быть проданы. Особенно на рынке B2C, там как бы все прекрасно понимают, да, что любой стартап, который будет сделан, в конечном итоге будет принадлежать либо Сбербанку, либо Mail.ru. Вот, поэтому, как бы, поэтому, например, я рекомендую, если речь идет про B2C-стартап, очень пристально обращать внимание на годовой отчет Mail.ru, потому что Mail.ru публично, как раз, к компании, там есть очень много инсайдов внутри годового отчета. Плюс очень часто McKinsey, очень часто Pricewaterhouse делают супербольшие исследования по относительно рынка, относительно паттернов потребления людей. Вот недавно Deloitte выпустила большое, например, исследование рынка криптовалют, вот, то есть, ну, очень актуально. Часто очень выпускают исследования по поводу рынка FoodTech, вот McKinsey, насколько я знаю, выпускают и вот везде, внутри этих отчетов, можно нарыть очень важную информацию относительно рынка, относительно пользовательских предпочтений, относительно даже иногда сегментов клиентов, которые потенциально могут быть, являться целевой аудиторией. Вот, но на самом деле, на самом деле, самая, вот по опыту могу сказать, самая полезная информация, она всегда находится от знакомых. То есть, если у вас есть знакомые в индустрии, если у вас есть знакомые в венчурных фондах, вот, то лучше всего, лучше всего, конечно, пригласить их в бар, вот, и зачастую, особенно учитывая, принимая внимание тот факт, что NDA мало кого сдерживает, NDA работодатель, работник мало кого сдерживает в России, за кружки пива можно узнать очень, очень много, на самом деле, инсайдерской информации. Ее не обязательно где-то публиковать, да, но, разумеется, из этого можно сделать абсолютно четкие выводы относительно положения рынка, относительно того, какие планируются инвестиции в сегмент, кто там крупный покупатель потенциальный и так далее. Вот, плюс, если, допустим, вы не можете найти, если вы не можете найти информацию о конкурентах, допустим, о ваших в открытых источниках, вы можете просто позвонить конкуренту, представившись венчурным фондом, вот, и аналитикам венчурного фонда, который собирает какой-то отчет, и под предлогом этого узнать всю необходимую информацию. Вот, также есть такая история, как платные исследования, вот, у РБК есть много платных исследований, вот, в частности, по рынку доставки готовой еды, но и в целом по B2B-сегменту тоже достаточно много исследований, вот, их можно покупать, хорошие, на самом деле, достаточно поработанные документы, плюс их можно заказывать, естественно, есть очень много игроков на рынке, которые, собственно, занимаются этим. Плюс хорошая история с митапами и другими мероприятиями, где тоже можно либо в неформальной обстановке, либо напрямую просто во время выступления задать спикеру вопрос о том, типа, ну, о том, как, собственно, дела в его бизнесе, и получить, как правило, ну, достаточно искренний ответ. Например, когда мы готовили, там, две больших стратегии для крупных игроков футтеха, которые сейчас выходят на российский рынок, да, мы очень, очень вовремя, очень вовремя попали на митап в Африи, где был Тануки, Голод и Фудфокс, и они прямо там сидели в неформальной обстановке, рассказали, в общем-то, все, что нам было необходимо узнать про их бизнес, вот, чтобы мы никогда не узнали в открытых источниках, вот. Есть проблема, есть проблема в том, что цифры из статей, цифры из исследований разных, разных аудиторских компаний, разных агентств, они не всегда стыкуются, вот. Но с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать, но погрешность, как правило, она не превышает 15-20%, вот. Ну, мы ничего, к сожалению, с этим не можем поделать, да, то есть мы здесь просто на такие цифры берем плюс-минус усредненное значение, да, и ориентируемся не на эти цифры, да, ориентируемся на сигналы. Дальше, собственно, аудитория. Вот это очень важный момент, когда мы переходим к анализу непосредственно аудитории, которая потенциально является вашим заказчиком, и здесь очень важно анализировать не только аудиторию, как бизнес, который потребляет ваш продукт или товар, но еще очень важно анализировать конкретного человека, который принимает решения, то есть если вы, не знаю, предоставляете услуги корпоративного туризма, то ваш, ну, скорее всего, ваша целевая аудитория – это не только бизнес, да, который отправляет своих топов в путешествие, легко можно найти в тех же самых платных каналах таргетированной рекламы, типа там Фейсбука, ВКонтакте и так далее. Если сделать адресное сообщение конкретно для него, в конечном итоге, ну, это выстрелит. Значит, что касается соушал-дата-майнинга по поводу сегментов клиентов. Здесь, ну, абсолютно, плюс-минус та же самая логика. Единственное, что мы здесь используем, скорее всего, здесь в большей степени соцсети. Я рекомендую там для этого воспользоваться Uscan'ом. Это такой универсальный поисковик, который позволяет по брендам конкурентов, по семантике нужной вам, отсортировать, собственно, отсортировать все, что люди пишут, сталкиваясь либо с проблемой, которая решает ваш бизнес, там, типа, а посоветуйте, пожалуйста, подрядчика по, там, CRM. Вот, собственно, вы можете настроить так, чтобы к вам постоянно сыпались и сыпались уведомления, если кто-то в социальных сетях это ищет, да, вы оперативно реагировали. Но фишка в том, что на самом деле при создании маркетинговой стратегии вы можете эту информацию использовать для того, чтобы почерпнуть инсайты. Особенно, если, допустим, вы видите, как рекламируется ваш конкурент, вы приходите в комментарии и видите страхи клиента, то есть вы видите, что мешает людям воспользоваться продуктом конкурента. И в конечном итоге вы можете это указывать в своих кей-месседжах, в любых маркетинговых сообщениях. Особенно хорошо раскрывается это в комментариях к роликам YouTube с обзором, например, продукции конкурента, либо к статьям, например, на vc.ru, да, несмотря на то, что там часто бывает достаточно много трэш в комментариях, да, но очень часто даже среди комментариев, которые очень негативные, да, и с ненормативной лексикой можно очень четко отследить боль на самом деле клиента, сформировать этот список болей для того, чтобы по ним адресно потом выстрелить. Значит, медийные инструменты здесь, к сожалению, к счастью, точнее, не основной источник информации, вот, с точки зрения именно страхов пользователя. Поэтому, разумеется, круто, конечно, проводить фокус-группы или глубинные интервью. Это можно делать, например, с вашей текущей аудиторией, если у вас есть ряд последователей, да, так называемый КАСДЕФ, вот, либо можно обратиться к профессионалам, которые, а, проведут фокус-группу, б, там, потенциально могут спрототипировать вообще, как бы, пользователя, который, не знаю, сидит в своей комнате и там видит ваше рекламное сообщение. Плюс проверка гипотез тоже. Это можно делать достаточно просто, опять-таки, да, собрать небольшой лендинг, посмотреть, написать там ключевые важные поинты, которые вы даете там бизнесу, для которого, собственно, ваш продукт или услуга есть, и там аккуратненько-аккуратненько попробовать там таргетированную рекламу запустить или контекстную рекламу, и собрать первый фидбэк у пользователей. Значит, после того, как, да, вот, в конечном итоге у вас, как бы, появляются сегменты клиента. Здесь, правда, неудачный пример, потому что B2C-шные сегменты, да, но в конечном итоге, как бы, у вас в результате анализа должны появиться ключевые сегменты, в ключевых сегментах, собственно, описание сегмента, барьеры, которые мешают пользователю поспользоваться вашим товаром или услугой, и, как бы, то, как вы с этими барьерами справляетесь. Значит, если говорить про конкурентов, как можно сравнивать конкурентов? Значит, первое – это по бизнес-метрикам. Здесь как раз-таки вам поможут предыдущие исследования, которые есть по рынку, плюс там часть инсайдерской информации, которую вам удастся достать. Также в социальных сетях или через специальные сервисы можно посмотреть, какая структура трафика на сайт клиента. Это можно делать, например, через SimilarWeb или лучше через SimilarWebPro, если там у кого-то из ваших знакомых есть доступ. Вот, вы можете, условно говоря, посмотреть структуру трафика на сайте клиента, понять, если там у клиента больше прямых заходов, значит, он, скорее всего, инвестирует в PR-публикации, или у него уже есть узнаваемость на рынке. Если у него больше заходов social, значит, скорее всего, он рекламируется в социальных сетях. Если email, значит, у него очень хорошо и грамотно отстроена email-рассылка, скорее всего, у него большая возвращаемость клиента. Ну, и, в общем, на самом деле, если посмотреть на эти метрики и SimilarWebPro, если там достаточно информации по бизнесу вашего конкурента, то там можно простроить очень много гипотез о том, собственно, как выглядит сейчас маркетинговая стратегия конкурента. Вот, опять анализируется обычно программа Lens, но это больше про B2C. Ну, и третье, последнее, это как бы, что клиент использует с точки зрения диджитал-продвижения. Это можно, собственно, узнать в AdWords, если посмотреть, сколько у вас конкурентов. Это можно узнать точно так же через социальные сети, посмотрев, какие баннеры использует конкурент. Вот, посмотреть на реакцию юзера в комментариях под его баннерами. Вот. Дальше, дальше, очень полезная штука, на самом деле, особенно, если вы только запускаете продукт. Ну, не, в целом, на самом деле, в любой маркетинговой стратегии, это так называемая карта позиционирования. Вот здесь в качестве примера, чтобы просто было полегче. Мы делали для большой финансовой корпорации, у них была задача сделать так, чтобы сложные финансовые инструменты, типа, там, облигации, там, ПИФы, были доступны для молодой аудитории, которой есть там недоверие к банкам определенное, но у которой есть деньги. Поэтому мы создавали продукт, который должен был дистанцироваться, во-первых, от всех текущих простых, удобных для пользователя интерфейсов для покупки ценных бумаг, для оформления депозитов. И, с другой стороны, он должен был быть очень низкорисковый, чтобы у пользователя сразу не отбилось никакого, ну, не отбилось желания инвестировать. Вот, собственно, мы сделали такую карту, где по оси Х продукты для начинающих, продукты для профессионалов, и по оси Y низкий риск и высокий риск, и расположили здесь конкурентов. Например, продукты с низким риском для профессионалов, это, там, облигации и другие, там, консервативные финансовые инструменты. С высоким риском для профессионалов, это, там, трейдинговые счета в банках, там, это Альфа Директ, это, там, не знаю, открытие, БКС и так далее. С высоким риском и продукты для начинающих, это, там, Форекс, бинарный опцион и прочие, там, лохотроны. Вот, и, собственно, нам, нам, как бы, нужно было, задача была отстроиться от всех вот этих вот позиций, поэтому, вот, наш продукт, он был низкорисковым и был продуктом для начинающих. То есть, учитывая, здесь же, на самом деле, банковские вклады, так как у населения, так как у населения доверие к вкладам падает, ставки по вкладам тоже падают, соответственно, мы вот здесь вот заняли такой вот голубой океан для позиционирования нашего продукта. То есть, у нас суть продукта, она заключается в том, что это, как бы, приложение, которое привязывается ко всем твоим банковским картам, скажет, твоя транзакция, забирается кэшбэк и автоматически инвестируется в низкорисковые активы, облигации, пифы и так далее. То есть, это штука, которая, как бы, тебя аккуратно учит копить, да, при этом, как бы, не забирая у тебя сразу, там, большой кусок кэша. Вот, собственно, здесь мы поняли абсолютно точно, как мы отстраиваемся от конкурентов, собственно, и где наш голубой океан. Дальше, собственно, да, из этого рождается позиционирование, вот, позиционирование для того, чтобы проще было понять, как отстроиться от конкурентов и как при помощи своего позиционирования очень четко выстрелить. Ну, полезно делать вот такие, такого рода упражнения, то есть, все то, что было в предыдущих слайдах, да, то, что мы анализировали, аудитория, рынок, конкуренты, полезно собрать на одном слайде для того, чтобы было просто удобнее внутри брейнштормить относительно того, как вы будете позиционировать продукты. Ваше позиционирование, по сути, это описание вашего продукта в одном предложении, то, как человек, как друг расскажет про ваш продукт другу, сидя в баре. Вот, это очень полезная штука, она всегда, она всегда позволяет вам, вне зависимости от канала, в котором вы рекламируете продукт, очень четко придерживаться, как бы, одного направления. А дальше, да, буду быстро тогда рассказывать, дальше, как бы, это УТП, оно раскладывается, точнее, это позиционирование, оно раскладывается на ряд УТПшек, да, которых потенциально могут заинтересовать клиентов, там, например, качество планирования, экономия, это вот для ремонта мы делали, экономия, удобства, контроль подрядчиков, все в одном месте, да. И дальше, вот, из этих УТПшек аккуратно в каждый из сегментов будет разбиться ключевые сообщения. Вот, если говорить про стратегию продвижения, то тоже полезно делать экосистему каналов продвижения, в которых вы очень точно понимаете, собственно, во-первых, какие каналы у вас задействованы, ну, во-вторых, очень круто, еще здесь, правда, нет этого, прототипировать то, когда с клиентом какой канал взаимодействует, для того, чтобы лучше прогнозировать, собственно, реакцию клиента на эти каналы. Вот, ехала, да, в B2B, в B2B сегменте, в диджитале очень сильно решает контент, про контекстную рекламу говорить вам не будет, это и так понятно, да, но контент, контент король. В этом плане, если вы для, если вы делаете B2B историю, то вам обязательно нужно делиться экспертностью относительно того, что вы делаете вообще со всем рынком. Как вы это делаете? Вы можете это делать в социальных сетях, а вам обязательно нужно засовывать статьи, статьи экспертные, таргетировать их по нужной вам целевой аудитории или по целой отрасли. Очень круто для B2B историй работает супер-гео-реклама, мы однажды при помощи супер-гео-рекламы, это когда ты таргетируешься в Фейсбуке на определенное здание, например. Да, мы так однажды при помощи таргетированной рекламы и команды пиарщиков привлекли в стартап 30 миллионов долларов. Просто за счет того, что показывали рекламу нужным нам людям из списка Forbes, постоянно меняя новости так, что у них создавался в голове информационный вакуум о том, что про тот стартап, с которым они общались до этого, что все СМИ пишут про него. Вот, значит, контент очень круто, да, то есть контент можно использовать в качестве прослойки, контент можно использовать в качестве забора имейла, то есть когда, условно говоря, вы обещаете клиенту прислать что-то полезное конкретно для его бизнеса, спрашиваете у него имейл и все. И дальше как бы погнали к триггерной стратегии гигантской, да, которые направлены на прогрев лида, на прогрев лида, на несколько контактов человека с сайтом. Я, наверное, здесь не буду даже вам рассказывать, вы все лучше меня знаете, вот как из лида в B2B конвертировать, собственно, пользователя в продажу, в контракт с Силзом и так далее. Вот, да, собственно, и очень важно, когда вы экосистему каналов продвижения именно пишете, ну и вообще в целом, как бы совет для B2B-шной истории, очень круто миксовать, если вы участвуете в выставках, если вы участвуете, делаете какие-то офлайн пиар-активности, очень круто их можно добивать в диджитал, помимо того, что просто, во-первых, собрав все телефоны, которые там ваша стойка собрала за время участия вашего в выставке, да, их можно загрузить в кабинет Фейсбука и пустить по ним рекламу, помимо этого можно делать всякие прикольные штуки в момент выставки, например, сделать так, чтобы у всех пользователей в радиусе километр в Фейсбуке, когда они листали ленту новостей, была реклама о том, что вот подходи к нашей стойке, так она выглядит, да, ну или наоборот по тем людям, которые посещали эту выставку, после того, как они видели ваш тент, можно добивать их конкретным продуктовым предложением, вот, или можно добивать их фразой, хочешь все материалы с выступления, оставь свой мейл, в общем, человек, так как он был на выступлении, скорее всего, он это захочет сделать, оставит вам свой мейл, а дальше вы врубите свою сатанинскую машину по конверсии из леда в продажу. Вот, поэтому давайте парочку вопросов буквально, чтобы не задерживать. Про то, что там условно Forbes показать, так сказать, рекламу, сколько это стоило? Это стоило, если сосложить, если сосложить затраты пиарщиков и затраты наши на маркетинг, то это было около, там, в общей сложности за полтора месяца около полутора миллионов рублей. Понятно, какая смертельность соц. сетей для B2B. Как вы оцениваете для B2B? Вот нужно дать клиенту какую-то полезную штуку в обмен на его контакт. И очень важно именно не просто попросить у него контакт, а дать что-то взамен. То есть, и для того, чтобы, ну, то есть, словом говоря, оставьте свой мейл, я вам на этот мейл пришлю там 100 суперэффективных инструментов для логистов, да, или там сборник книг по, там, не знаю, прокачке, менеджмент скилл, что-то такое. Вот, и вот эффективность социальных сетей, она может мериться исключительно как бы в конверсии в лид. Да, а дальше, как только вы получили лид, все. Ладно, спасибо тогда большое, что пришли. Надеюсь, был полезен.